Всем привет! Меня зовут Леша Кирпичников, я работаю в Контере, руководителем направления базовой инфраструктуры, и сегодня мы с вами будем разбирать задачу 13 дня из Advent of Code 2020. Как вам уже стало очевидно из моей должности, программировать я не умею, но ничего страшного, сегодняшнюю задачу мы сможем решить и без программирования. Давайте посмотрим ее формулировку. Мы попали в порт, на пароме, который нас привез, но дальше на этом пароме мы поехать не сможем, потому что оказывается, что до нашего острова, на котором мы запланировали отпуск, корабли не ходят, и нам нужно будет долететь до него опять на самолете. Поэтому нам нужно добраться из морского порта в аэропорт. И сделать это нам предлагают с помощью автобуса. У каждого автобуса, который ходит в том месте, где мы находимся, из морского порта в аэропорт, есть свой номер. И так совпало, что номер автобуса — это столько минут, сколько у этого автобуса занимает проехать полностью свой маршрут. То есть если автобус имеет номер 5, то значит, что каждые 5 минут он приезжает в морской порт. Ну и, соответственно, каждые 5 минут он прибывает в аэропорт. В качестве задания нам выдадут расписание автобусов, которое выглядит так. В первой строчке — момент времени, когда мы приехали на остановку автобуса, ну или пришли на остановку автобуса в морском порту. Это такой аналог Unix Timestamp, только не в секундах, а в минутах. Во второй строчке через запятую перечислены номера автобусов, которые ходят из морского порта. Как мы помним, каждый номер автобуса — это заодно и интервал движения этого автобуса, то есть количество минут, через которые каждый следующий автобус этого номера прибывает на остановку. А буква Х — здесь обозначены автобусы, которые по той или иной причине временно не ходят по маршруту. Ну, то есть в данном случае ходят только автобусы 19, 41, 859, ну и так далее. Это мой пример, ваш может отличаться. Что же от нас требуется выяснить? Мы должны выяснить, на каком автобусе мы сможем быстрее всего уехать. Ну и сколько минут нам придется ждать этого автобуса. В качестве ответа от нас требует произведение номера автобуса и того, сколько минут мы сможем ждать. Мы должны будем ждать. Собственно, в примере, здесь есть небольшой простой пример, когда мы прибыли на остановку в момент времени 939 и на ней ходят автобусы 7, 13, 59, 31, 19. Составив такую небольшую таблицу, когда, какой автобус приезжает на остановку, ну, здесь видно, что 7 приезжает каждые 7 минут, 13 каждый 13 минут, ну и так далее. Для остальных здесь пример не влез. Мы можем легко по этой таблице понять, что если мы в момент времени 939 пришли на остановку, то первый автобус, который придет, будет автобус номер 59. Он приедет в момент времени 944 и, собственно, на нем мы уедем. Подождать нам придется 5 минут. Автобус номер 59, если перемножить эти два числа, то получится 295. Собственно, это и есть ответ в случае примера, который нам приводят. Ну, нам надо посчитать ответ для нашего примера. В принципе, понятно, что это задача на остатки, поскольку за вот это вот прошедшее с нулевого момента времени количество минут каждый из автобусов проехал какое-то целое количество кругов полных, да, которые, получается, после целочисленного деления на его номер, да, и остался какой-то остаток, который определяет, сколько нам нужно времени ждать, пока этот автобус снова приедет на остановку. Ну, давайте возьмем какой-нибудь простой инструмент, который нам позволит посчитать остатки отделения вот этого нашего таймстэмпа на номера автобусов. Остатки получились вот такие, но тут надо понимать, что это еще не ответ пока на нашу задачу, да, потому что это инвертированный остаток. То есть это не сколько времени нужно ждать до следующего автобуса, это сколько времени прошло с того, как автобус в прошлый раз приезжал на остановку. То есть это остаток отделения. Вот целое количество раз автобус номер 19 проехал через морской порт, и еще 4 минуты прошло с тех пор. Ну, значит, осталось 15 ждать до следующего, да. Конечно, проще будет, если мы получим не сколько минут прошло, а сколько осталось ждать. Для этого можно просто приставить минус к какой-нибудь из частей, либо к тому числу, которое мы делим, либо к тому, на которое мы делим. Ну, быстрее, конечно, один минусик поставить, чем несколько. Вот, поэтому я поставлю один, и вот у меня получился ответ, сколько времени нужно ждать каждый из автобусов. Ну, легко, поскольку наш пример очень маленький, то легко глазами увидеть, что быстрее всего приедет автобус номер 29, третий с конца, и ждать его понадобится 7 минут. Умножая 7 на 29, мы и получаем ответ, который в моем случае составляет 203. Перейдем ко второй части задачи. Вторая часть задачи немножко сложнее, ее немножко сложнее будет решить без программирования, но мы все равно, я думаю, сможем это сделать. Вторая часть задания такова. Нам дается тот же самый список автобусных номеров, как и раньше. В этот раз первую строчку с моментом времени мы игнорируем, она нам не нужна. А посчитать нас просят вот что. Нас просят привести самую маленькую отметку времени, в которую произойдет такой, ну, я не знаю, можно, наверное, сравнить это с парадом планет, только в нашем случае это не планеты, а автобусы. То есть нас просят привести такой момент времени, наименьший, когда автобусы будут приезжать по очереди друг за другом с интервалом в минуту. Ну, если у нас в списке первый автобус номер 7, он прибывает ровно в момент времени, который является ответом на задачу. Следующий автобус номер 13 прибывает через минуту. Дальше в нашем вводе идут два икса после тринадцатого автобуса. В случае второй задачи мы эти иксы не игнорируем, как в первой задаче, а мы должны это время пропустить. То есть следующий автобус номер 59 должен прийти не сразу после, не в следующую минуту после тринадцатого, а через три минуты. Ну, вот здесь в примере это отлично описывается. Автобус номер 7 отправляется в ровно в момент времени t, который является ответом на задачу. Автобус номер 13 отправляется через минуту после t. Две минуты мы пропускаем, потому что видим два икса. Автобус номер 59 отправляется через четыре минуты после момента времени t. Ну, и так далее. Собственно, эта задача, это тоже задача на остатки. Почему? Потому что нам нужно, по сути, найти момент времени, который делится на 7 без остатка, на 13 с остатком 1, на 59 с остатком 4, на 31 с остатком 6, ну и так далее. И если вы помните, может быть, из школьного курса математики или из алгебры в университете, если вам доводилось это проходить, вы можете догадаться, сразу же увидеть, что здесь речь идет про китайскую тяйму об остатках. У меня есть... Ну, я, поскольку руководитель направления, я такие вещи, конечно же, не помню и в жизни использую редко, поэтому у меня под рукой есть Википедия, в которой мы можем формулировку доказательства и даже при необходимости алгоритм решения этой задачи прочитать. Формулировка, она, собственно, полностью совпадает с тем, как я сейчас описал нашу задачу. У нас есть некоторое количество натуральных чисел, которые являются попарно-взаимно простыми. Ну, здесь наша задача, я не знаю, как это будет у вас, но в моем случае эти числа, они не просто попарно-взаимно простые, они вообще все простые. Это несколько упрощает, это позволяет нам выполнить условия китайской тяймы об остатках. Так вот, мы... У нас есть некоторое количество попарно-взаимно простых чисел, и, собственно, мы можем с помощью этой тяймы найти некоторое число n, которое определение на каждое из этих чисел дает определенный остаток, который у нас тоже приведен. Ну и все такие числа, если их окажется несколько, то все они равны по модулю произведения. Ну, то есть одно из них будет наименьшим, а как раз наименьшее нам и нужно найти. Собственно, обычно реализация алгоритма как раз выводит наименьшее из таких чисел. Собственно, это нам и нужно, потому что наши натуральные числа — это номера автобусов, на которые мы будем делить наш вот этот искомый момент времени, который нас просят ответить. И при делении этого искомого момента времени на номера автобусов мы будем получать остатки. Ну, в данном случае, в случае примера, при делении на 7 мы будем получать остаток 0, то есть ровно в этот момент времени придет седьмой автобус. При делении на 13 мы будем получать остаток 1, ну и так далее. Вот этот вот результат, известный нам с аж 1247 года, как написано в Википедии, он настолько общеизвестен, что, конечно, реализовывать его вручную мы не будем. Большинство распространенных языков программирования есть реализация, легко доступная в интернете. Более того, есть реализация этого алгоритма, которая доступна просто в виде калькулятора на сайте, на том же сайте, где я проверял, простые числа или нет. Вот. Я здесь уже заранее занес табличку с нашими номерами автобусов. Вот они. Остатки я опять ввел в виде отрицательных чисел. Ну, здесь мне пришлось, конечно, немножко так неприятно было, пришлось, конечно, посчитать иксы. Да, но если посчитать иксы, ну, то есть нужно посчитать остатки, да, тут иксов очень много. Ну, в принципе, это сделать несложно, и это, конечно, быстрее сделать, чем что бы то ни было программировать. Вот. Окажется, что, ну, позиции вот этих вот автобусов, они вот такие. Я их ввел опять с отрицательными числами, ну, потому что нам нужно ждать, да, нам нужно не... Несколько времени назад автобус пришел, да, нам нужно сколько времени ждать нам осталось. Вот. Ну и, собственно, если посчитать ответ, ответ получается вот такой, тут порядка 900 триллионов, да, этот ответ и оказывается ответом на нашу задачу. Ну, вот так мы решили задачу 13-го дня адвента в код 2020, совершенно без всякого программирования. Надеюсь, что в следующие дни попрограммировать все-таки придется, но сегодня, я думаю, что это был самый быстрый способ решить нашу задачу. Спасибо за внимание, слушайте наши обзоры завтра, послезавтра и до 25 декабря. Спасибо, всем пока.